Заходи скорее! Привет! Давай, Вадим, жги советы полезные. Мы собираемся перекрасить кухню. Я поняла, что самое главное – это подготовка. То есть мы долго перед покраской все делали. Ну-ка иди-ка сюда. Что новый хозяин надо? Москва в каких-то моментах просто прекрасна. Мы идем на распродажу стульев из ресторанов F-CHAIRS. Ну, короче, вот я устала. Привет! Ну и денек у нас сегодня. Во-первых, сегодня, сейчас, через полчаса, приходит человек, который будет помогать мне перекрашивать фасады кухни. Или я ему, скорее всего, второе. Я обратилась к Даше Гейлер, рум-туру, которую я недавно показывала. И она со своим сервисом, в который вы, кстати, тоже можете обратиться, вот так вот перекрашивает разную мелель. Посмотрим, что будет. Я уверена, что будет круто. Но это не все. Я сама сегодня делаю выкрасы. Вот у меня стоит краска. Мне надо определиться с цветом стен. Вот этот розовый ужасный, который потом дает оттенок на лицо нехороший, надо 100% перекрашивать. Решили делать его светлым. Сделаю три выкраса. Посмотрим, как это будет. И сегодня в Калининграде начинается механизированная штукатурка. Это значит, что с автоматиком придут, вот так наплюют на стены ее, и будут выравнивать. То есть, вообще, звезды сошлись в сегодняшнем дне. Все, пусть все получится. Погнали! Так. Утро начинается. А ты думала, как? Заходи скорее. Привет! Я не знаю, как я сразу сниму, чтобы причесаться. Это попозже. Так, вот Даша привезла картину. Главного героя. Не хочу, чтобы квартира была чисто женской. Поэтому он тут появился. Кра. Он очень средний какой-то получился. Это проверка, это очень рамка. Идем сюда. Так, Вадим, герой сегодняшнего видео и кухни этой. Давай, Вадим. Жги советы полезные. Полезные советы. Мы собираемся перекрасить кухню. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно сначала подписать фасады. Откуда после этого снять петли. Как снять петли? Оставить в коробе петли на саморезах, но с фасадов их снять. То есть, не так, как здесь? Да, не так, как здесь. Здесь они не снялись по-другому. Как это делается? Это похоже на стильные кухни, либо на Икеа. Вот такие петли. Они снимаются без шуруповерта. Отщелкивается заклепка. И два. Угу. Все. Шикарно. Кто бы знал, было бы меньше работы. Давай, Даша. А потом главный холститер. Так, давай покажем, что это. Вообще, в принципе, подойдет любое средство, которое имеет антижирные свойства. То есть, у него функционал должен снимать жир. Потому что некоторые, почему-то, хватает white-спириты. В маленьких квартирах начинают все вот дышать. Дышать. Прекрасно. Вообще, никакими растворителями в квартире дышать нельзя. Они попадают на слизистую, делают ожоги, микроожоги. Нам такого не надо. Вот. И шуманиты. Все, что с хлоросодержащим, тоже не рекомендуется. Потому что тоже желательно там с масками работать. Уж не настолько по кухне, наверное, делать. Угу. Для того, чтобы качественно отмыть фасады, подготовить его к покраске, нам нужно также обращать внимание на вот такие торцы. Угу. Эти торцы тоже нужно отмыть. Ну вот я их, кстати, мыла, но вот они как будто бы уже все. Это типа въелось. Да, но не забываем, что они обязательно требуются тоже отмывки. Угу. Сейчас мы попробуем это сделать. Угу. Берем средство, тряпку. Такой вот шпатель. Тонкий, металлический, очень удобная вещь. В хозяйстве пригодится, если долго не мыли кухню. Я, короче, все не так делала. Угу. Немножко ждем и аккуратненько, не повреждая поверхность, выбираем грязь. Угу. Так, ну вот это уже не проступит, да? То есть даже если цвет изменился в ямале. Да. И да, как раз не выпустит такой цвет. Угу. Главное, да, чтобы она легла и ничего потом не выступало. У нас тут процесс идет полным ходом, воскресенье, но, вот видите, мы вынуждены оставить нашу кухню, не доделали до конца чуть-чуть, потому что мы идем на распродажу стульев из ресторанов F-Chairs. Я много видела рекомендации от разных людей, которые были у меня на рум-турах, о том, что они туда ходят и находят там классные всякие штучки. Наконец-то я попадаю. Я в Москве, они делают эту распродажу. В общем, все, погнали и заодно покажу вам. В общем, если вы в Москве и каким-то образом еще не видели и не были здесь, вам по-любому сюда надо, если вы интерьер любите, просто. И надо приходить, короче, первыми, чтобы все успеть купить. Да, и с наличными, потому что выбора очень много. Валь, ты расстроился, да? Ну, надо где-то тысяч пятьсот с собой было взять. Ну, тогда бы все ты купил, но хотя бы пятьдесят. Пятьдесят. Не плачь. Смотрите, ой, как красиво и вдохновляюще. Да? Вот так. Вот тут какая-то картонка мягкая. Ковры, абажуры. Вот эти стулья красавцы, конечно. Тридцать тысяч рублей. Мне кажется, такой в магазине за тридцать тысяч не прикупить. Вот. Столики. Ну, столики, ладно, это не такая диковинка. А вот такие стулья уникальные или вот такие? Ну, короче, есть у нас что посмотреть. Это наш улог. Значит, как работает? Здесь есть ценнички. Ну, вот, например, вот розовенька. Если он проколот, то значит уже это купили и все уже нельзя купить. Вот. И много тут всего такого, что уже разобрали. Очень быстро. О, смотри, какая лампа. Вау. И уже все. Кому-то она достанется. А как вам стол за тридцать тысяч рублей деревянный? А потом в видео мне пишут, откуда взять. Вот, приходите, ребята. Это вообще крутая тема. Ко мне вот, кстати, сегодня никто не подошел, хотя я звала. А вот пришли бы и купили бы себе что-нибудь по-любому классное. Вот девушка расписывает сама комодики. Ну, красота. Комодики, тумбочки. Глаза разбегаются. Просто пришла на ажиотаж за счет музыки еще вообще просто очень весело. Я наконец-то с ребятами познакомилась. Подружилась с гостями. Какие они молодцы. Вот чтобы больше в жизни было такого. О, смотрите, еще у меня новый экспонат, который бы я себе домой... Я бы себе все отсюда домой поставила. Вот самый крутой экспонат. Это стул. Видимо, где-то на нем сидел Лаврамой. Ирония? Хороша. Стулья все практически разлетелись в ту же секунду. Я купила примерно вот такие же стулья недавно. А, вот видите, их все купили. Это значит, что они достанутся, они больше никому. Но они... Так, и мы приехали на Тишинку. Ну, мероприятие сегодня проходило здесь. И смотрите, я думаю, как в каком порте, короче, в Москве делали всяких мест прикольных. Интересно даже поесть, сходить. Мне нравится. А еще у нас позитивный опыт с доставкой. Значит, история сегодня про покупку краски. Мне надо было замешать цвет две банки для того, чтобы красить стены. И я стала обзванивать магазины, которые на карте рядом вокруг дома. И, короче, не было их наличия. Поэтому мы решили поехать в один из магазинов, не проверив, есть там или нет. Это, точнее, глупый поступок. Но, конечно же, краски там не оказалось. Поэтому я в итоге нашла по телефону и заказала доставку через Яндекс.Такси. Через час мне привезли с момента разговора все, что нужно за 700 рублей. Для того, чтобы съездить в магазин, в котором не было нашей краски, мы потратили 1200. Ченола. Волшебство тут какое-то происходит? Ченола джусь. Класс. Покажу вам попозже, потому что наверняка вам может пригодиться. Старые фасады у нас выглядят именно так. Тут резко лица краска, вода попадает, они начинают разбухать. Вот. Что мы делаем? Это все поправимо. Но для того, чтобы это было красиво, нужно это все подготовить к покраске. Вот. Где-то мы работаем шкуркой, наждачной бумагой. Где-то мы работаем, срезаем вот эти все части. Так, вот ножом срезаем. Так. Страшно самой бы было это делать. Ты это знаешь? А вот я бы побоялась. Все, лишнее срезаем. Главное, чтобы была у нас небольшая ямочка. Ну, чтобы не было выпуклости, чтобы она не оставалась. Потом добавляем наш фирменный пласток. Да. Да. Очень хорошая пласток. Короче, в чём приклады так, что там, в отличие, например, от шпаклёвок по дереву, которые на основе ПВА имела, она в составе имеет только мраморную муку. Собственно, тоже дисперсию, склеивает клеющую такую химию, которая позволяет вот этому мрамору заполнить, во-первых, все трещины и дырочки и не рассыхаться. То есть, вот все шпаклёвки, они чем плохи, что им чуть-чуть либо движение, либо влага. То есть, если всё же кухня, постоянно есть переувлажнение здесь. Пар идёт, да? И оно проникает через этот мел, потому что мел пористый материал, и начинает рассыхаться. И, собственно, все эти пасты, они обычно попадают в шпаклёвочные, а это не может. Потому что мраморный состав, вообще мрамор водой не разбавляется обратно после высыхания. Угу. И мы, кстати, на полу тоже вот эта мраморная мука в арт-виниле, да, тоже держат. Потому что сам себе мел аморфный, он водорастворимый, а мрамора нет. Соответственно, обратно его растворить после высыхания уже нельзя. Угу. Вот в этом и кайф. Всё, ушла. Я, кстати, спросила у ребят, можно ли было в ванной тумбочку привести в порядок. Можно, но мы уже купили новую. Обезжирили снова, да? Не обязательно снова обезжиривать, у нас уже был чистый фасад. Мы, главное, лишнее всё срезали, убрали крошки. Проверили ещё раз на выпуклости, чтобы ничего лишнего не торчало. Подшкурили. Вот. И теперь можем накладывать пасту. Всё, перемешали, чтобы не было крошек. И теперь накладываем. А, вот так просто. Угу. Долго будет сохнуть? Мы сделаем два слоя. Сохнуть будет недолго, в районе 20-30 минут. Вау. Однажды с Дашей, с другой Дашей, со Сталинкой на мажайке, мы перекрашивали кухню. У меня есть такое видео на канале. Я тогда зареклась делать это ещё раз сама. И как прекрасно, что теперь у нас появилась Даша Гейлер, с которой мы это и измучили. Всё, да? Да. Всем привет. Вот сейчас прям в данный момент происходит волшебство. В начале волшебства. Через некоторое время вы уже не узнаете эту кухню и назад, обратно она никогда не вернётся. В это же состояние. Будет как новенькое. Вообще, что здесь происходит? Оля позвонила, говорит, надо покрасить кухню. Я говорю, у меня есть ли это специальный сервис. У нас есть такая услуга, срочная красочная помощь. Мы выезжаем и красим. У нас есть бригада девочек и Вадим. Вот как раз за Вадима мы сюда и пригласили. Потому что у вас тут надо перетаскивать. Ну вот надо, кстати, сказать, что Вадим всё своё привёз. И укрывочный материал, и на чём мы будем сушить, и все материалы для обработки. Прям хорошо. Мы в общем носим все расходники. Вообще все. То есть даже вплоть до салфеток, влажных, если они ему там нужны. Это рукоятки. То есть тебе для подготовки ничего не надо будет, кроме того, что мы просим помыть кухню. Это важно. Иногда просим для ускорения снять фасады. Потому что либо мы берём их за эту дополнительную стоимость, то есть надо вести с собой шуруповёрт, на это выделять время. То есть сам по себе окрашивание кухонь, других поверхностей, дверей, мебели, подоконников, окон, кондиционеров, холодильников, светильников. То есть покрасить, в принципе, можно вообще всё. Но для того, чтобы это рассчитать, необходимо понимать конкретно ваши условия, что у вас вообще, где находится ваша квартира. Можно ли туда доехать на метро, или надо ехать на такси, на электричках. То есть даже это у частных стоимости. Сколько стоит? Ну вообще выезд на окрашивание любых поверхностей начинается от 20 тысяч. Потому что всё, что меньше, с учётом материала, всё равно просто нерентабельно для самого сервиса. Поэтому тут до 20 тысяч вы справитесь самостоятельно. У нас куча видео бесплатных материалов, как это красить, как красить ровно, как красить фактурно. Плюс у нас есть помощь, вы можете позвонить, мы вот бесплатно консультируем. То есть в одной банке всегда есть всё. Вот снимаем обычным пеном. Вообще лучше взять строительный пен, у нас вот сейчас нет с собой. И такая пленочка самостоятельно слезет с минимальными усилиями. Просто бывают случаи, когда проще снять, чем вот что-то там сделать и перекрасить. Мы всё-таки сняли плёнку с этого фасада. И чтобы у нас гладко легла краска на такую поверхность, мы решили это всё дело загрунтовать. Афигизионным грунтом также, да, регеллер. Просто наносим грунт на валик и равномерно всё это распределяем. Ну и вот всё выравнивается, да? Да, практически не нажимая. У нас все вот эти поры МДФ забиваются и поверхность становится более ровной. Магия. Я поняла, что самое главное – это подготовка. То есть мы долго перед покраской всё делали. Закрывали, всё чистили. Заделывали отверстия, убирали все лишние вздутости. Заделывали это пастой. Вот, можем теперь красить. Первый слой наносим тонко, не стараемся, чтобы он всё сразу укрыл. Чтобы не было лишних капель, краска сохнет быстро. Да, и чтобы она была нанесена равномерно, с одинаковым слоем на все поверхности. На гарик не нажимаем, он уже сам катается и выравнивает. Угу. Это вот в сложных фасадах. То есть он не просто ровный, а с фрезой. И поэтому… Угу. Выглядит, как будто всё прямо легко. Вот этот фасад я планирую красить сама. Я стою, учусь, мат-часть. На сегодня закончены. Ждём, когда высохнет два этих слоя. И уже завтра Вадим придёт к нам и докрасит. Потом мы это поставим сушиться на несколько дней. А потом уже будем вешать для того, чтобы ничего не скололось нигде. Смотрите, какая точность в деталях. Даже плинтус случайно затесался под покраску. И его не надо было красить, но он всё мимикрировал под кухню. Ещё, смотрите, момент. Вот здесь тоже покрасили. Потому что вот эти все части видно не будет. А здесь видно. И сделали. И здесь будут панели накладные. Они тут и были. Вот тут вот просвет. В общем, их тоже покрасили. В общем, всё вернётся на место уже в нужном цвете. А что касается этой части кухни. Вот Валя собирается её сделать прямой, а не угловой. Ну-ка, иди-ка сюда. Что новый хозяин надо? Ну, у меня сомнения насчёт того, что ты доведёшь кухню. Я тебя доведу. Меня легко довести. Давай, знаешь, что? Решим. Здесь и сейчас между нами все дела. Пиливаем. Ручной пилой даже можно отпилить. Вообще изи. Вообще дела нет никаких. Дальше что? Уголки железные. Покупаешь вот сюда, крепишь вот эту стенку вон к той. Ну вот пока, вот последний раз, когда я спрашивала тебя, что будет, если не получится. Мы разговаривали про бетонный пол, который ещё тоже не ошлифовали. Мы ещё не знаем, какой результат. Вот ширину вот этой вот дверки, может она же должна будет вот сюда? 60. Ну, обычно все эти ящики на 60, она визуально очень похожа на соседние. Электронная. Итак, вот тут они были петли, да, и вот так она закрывалась. Вот отсюда получается 60. А так? 120. Потому что всё вместе 163. 67. А, я думала в другую сторону. Ну, дверь отсюда перевешиваем отсюда. Короче, что будет, если не получится? Камера может так сломаться. Москва в каких-то моментах просто прекрасна. У нас на завтрак доставка еды приехала буквально... Нет, даже доставка еды, наверное, за 20 минут приехала. А вот мы заказали ещё сюда умный дом Алису. Её привезли реально за 5 минут. Как будто курьер, ну, чисто держал её в рюкзаке там лишнюю себя. И проезжая мимо такой, да, без проблем, я могу закинуть. Вот примерно так это было. В общем, потихонечку начинает работать умный дом. Мы вам расскажем, как мы настроили кондиционер, у которого нет модуля Wi-Fi. Да? Wi-Fi. Wi-Fi. Это крутая тема. И кое-кто сейчас может по команде включить и выключить кондиционер. Алиса, какая температура в квартире? Температура 26 градусов Цельсия. Если честно, я уже очень соскучилась по домашним завтракам. Ну, а так как готовить нам негде. А? Ну, когда сам делаешь что-нибудь, потом это ешь, да. Вкусно. Ну, это тоже вкусно и быстро. Халява называется. Ну, просто иногда уже прям надоедает. Потому что там, видите, да, нереально. Привет. Знаете, вечер наступает, просыпается мать. Вот суббота, о, пятница. Наступает, просыпается покрасчик Оля. Я буду сейчас грунтовать стену. Но я подумала, что у меня есть одна проблема. Я продала стулья. Мне не на что встать для того, чтобы красить. Тут вообще ничего высокого нет. Да вот, на. Туба редко. Спасибо. Я с нее летать не очень хочу. Нет. Нет. Ну, я думаю, загрунтовать вот эту часть и посмотреть, как будет смотреться вот этот первый цвет по выкраске. Вот этот самый большой. Вот этот квадратик. Вот это то, что я выкрала. И как раз я заодно посмотрю, как это будет. И это поможет принять правильное решение. Потому что выкрасы я сделала в разных местах. Мне кажется, это самый клевый цвет. Суббота. Сегодня суббота. Я загрунтовала и покрасила кухню на один раз. И я вижу, что с цветом было правильное решение. Смотрите, насколько темнее вот этот розовый. А этот. И мне кажется, что будет вообще классно. Не на правильном пути. Надо просто дожимать, что называется. Сейчас досохнет и сегодня же покрашу на второй раз. И пошла грунтовать другие стены. Итак, обещал вам рассказать про акцию от Алиэкспресс. Если вы не совершали покупок более года или вообще никогда ничего не покупали на Алиэкспресс, вы можете пройти и выбрать три товара для умного дома, каждый из которых будет стоить вам 49 рублей. Если же вы покупали в течение года что-то там, то такие продукты будут стоить вам 189 рублей, что тоже в 2-3 раза ниже ценника, который вы можете найти на сайте. Акция эта называется «Одна цена». И если вы хотели сделать что-то для умного дома, но все не решались, потому что что-то получалось не так, я вам оставляю ссылку внизу. Вы обязательно переходите туда, посмотрите, что там есть. И вот это реальный способ сэкономить. Прям от души рекомендую, делюсь пользой. Так, а вот это чудо в работе. Я, в принципе, уже его показывала, когда мы его в магазине смотрели. Но эта лампа, конечно… А выключи… Ой, смотрите, ножкой. Эть, большую выключили. И магия заработала. Так, во-первых, у меня сегодня был рум-тур. Как ремонт ремонтом, а работа никуда не делась. Прикольный рум-тур. В общем, я вдохновилась. Может быть, даже потолки здесь делаем со сводами. Посмотрим, что из этого получится. Пока я ездила, пришел подарочек от Кёртинг. Я вам сейчас объясню. Ситуация очень прикольная. На грязную плиту не смотрим. Понятно, ремонт, все дела. Это все еще приведется в порядок. Но вот ручечки, видите, подустали. И мы, когда вскрывали все здесь, поняли, что духовка у нас и варочная поверхность 10 лет назад куплены у Кёртинг. И я им написала. И они, представляете, подобрали и прислали нам ручки. Это классно. Это вот, кстати, к вопросу о сервисе и о том, когда компания долго работает. В России, когда находится, да. И может вот так вот взять, приехать и... Ну, не приехать, но прислать ручечки. И их можно заменить. Прям приятно. Очень. Давай. Давай. Давай посмотрим, что здесь. Потому что мы уже еще не видели сами. Распаковка. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, они как будто бы чуть меньше. Ну, прикольно. Смотри. Такие чистенькие и маленькие. Вот вы подошли, да? Ну, вот да. Ну, тестим. Тестим, да. Так. Чпоньк. Чпоньк. Крутит. Да. Еееее. Респект, короче, ребятам. М-а-ла-цы. Спа-си-бо. Рабочий день подошел к концу. Время в районе пяти. И чисто теоретически я должна встать и пойти делать, красить вот эту стену. Мне там в комментариях пишут, что мы такие молодцы, мотивируем. Ну, короче, вот я устала. Не хочу ничего делать. Такое тоже бывает. Все живые люди. Если вам бывает тяжело, знайте, что всем бывает тяжело. Держитесь, прорвемся.